Ну, поехали. Буду читать разные. Некоторые могут быть острыми, а политическими, ну, как бы, право-право. Мы, конечно, не ропщим. Нас, лукаво смеясь, извините, нас лукаво кривясь, время выбрал. В общем, время вышло на связь. Вам архивные папки весь покажут курьез. Это были не бабки. Это было всерьез. Может, что-то в помине. Может, наоборот. Там Божарский и Минин поднимали народ. Получается, груз ведь. Впрочем, полный об этом. Там же Черчилль и Рузвельт помогали советам, отрываясь от тверди очень правильных скал. А врагов я, поверьте, не ищу. Потискал. Между лучших и прочих. Сам собой становясь. И глядит из-под строчек. Флорентийская весть. Небольшой комментарий. Это было написано после нашей победы на выборах Мэра. Победа объединенной оппозиции. Почему Флорентийская? У нас есть один читатель, который тут же пошел в Яндекс. Дай добро обыскалки. Флорентийская весть. Ничего не нашел. Объясняю. В XVI веке в Италии было несколько городов-государств, будем так говорить, демократических. Везде были разные демократии. В Венеции был один способ демократического устройства, во Флоренции другой. И вот что характерно для Флоренции, это тот самый город, где жил Макеавелли. И что характерно для Флоренции, там было несколько, как мы бы сейчас сказали, олигархических кланов. И было две конкурирующих партии. Так вот, каждый клан, олигархический, каждая семья, по-итальянски, она имела и там, и там представителей. На всякий случай, кто бы не выиграл. Это совершенно новосибирская картина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...